Беседа 8, 566. 4.1. Римлянам. Что же скажем? Авраам, Отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Сказавши, что мир сделался виновен перед Богом, что все согрешили невозможно спастись иначе, как через веру, апостол старается далее доказать, что такое спасение – основание не для стыда, но для блестящей славы, и даже больше, чем слава – отдел. А так как спасение, совершающееся со стыдом, внушает некоторую печаль, то он теперь устраняет такое предположение. Хотя уже намекнул на это и прежде, когда спасение через веру назвал не только спасением, но и правдой. Правда Божия, говорит, является. То есть он так спасется, как спасается и праведник, с полным дерзновением. И вызывает это спасение не только правдой, но и явлением Бога. А Бог является в славных, светлых и великих делах. Кроме того, то же самое он раскрывает и в другом месте, излагая речь в вопросах, как он обыкновенно всегда делает для ясности, и вследствие уверенности в словах своих. Так поступал он и выше, когда говорил. Итак, какое преимущество быть иудеем? И еще. Итак, где то, чем вы хвалите? Так и здесь он говорит. Авраам, отец наш, оправдался делами. То что же он приобрел? От кого похвалу? Ввиду того, что иудеи постоянно ссылались на то, что патриарх и друг Божий первый принял обрезание, апостолы хочут доказать, что и он оправдался верою. Это и составляет торжество его великой победы. Ведь ни мало ни странно оправдаться верой тому, кто не имеет дел. Но украшенному заслугами сделаться праведным не вследствие их, а по вере, это было удивительно и особенно обнаруживало силу веры. Поэтому апостол, умолчаво всех остальных, обращается с речью к Аврааму. Он назвал его отцом по плоти, лишая иудею истинного с ним родства и открывая путь к родству с ним, язычникам. Потом он говорит, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. И так сказав, что Бог оправдывает обрезание от веры и не обрезание верою, и достаточно раскрыв это выше, он, примером Авраама, подтверждает это даже больше, чем обещал, вводит в состязание веру и дела. И всю борьбу сосредотачивает около праведника и не без намерения. Ведь он сильно возвеличивает Авраама, называя его правоцем, с той целью, чтобы этим заставить иудеев во всем повиноваться ему. «Не говори мне об иудее», – рассуждает Павел, «не приводи в пример того или другого. Я восхожу к главе всех, откуда и получило начало обрезания». Сказанное не ясно, потому что необходимо сделать это более ясным. Существует две похвалы. Одна – за дела, другая – за веру. Апостол и сказал, если оправдался от дел, то имеет похвалу, но не от Бога, не перед Богом. Указал здесь на то, что можно иметь похвалу за веру, притом гораздо большую. Великая сила Павла в том особенно и обнаруживается, что он предмет своего рассуждения обратил к противоположному и доказал, что спасение через веру гораздо в большей мере имеет все то, что принадлежит спасению от дел, то есть похвалу и дерзновение. Хвалящийся делами может выставлять на вид собственные труды, а кто вменяет себе в честь, что верует в Бога, тот представляет гораздо лучший предлог по хвале, так как он славит и возвеличивает Господа. Поверив в Бога, признав истинным то, чего не открыла природа видимых вещей, он доказал тем искреннюю любовь к Богу и торжественно возвестил силу Его, а это свойственно благороднейшей душе, философскому разуму и высокой мысли. Не красть, не убивать, это свойственно людям обыкновенным, но верить, что Бог силен совершить невозможное, для этого нужен благородный мыслящий дух, крепко приверженный к Богу, потому что это служит признаком истинной любви. Почитает Бога и тот, кто исполняет заповеди, но гораздо более чтит Бога тот, кто умудряется верою. Первый послушался Его, а последний приобрел о Боге надлежащее понятие, прославил и возвеличил Его более прославление делами. Первая похвала принадлежит совершающему добрые дела, а последняя прославляет Бога и принадлежит всецело Ему, так как верующий хвалится высоким своим представлением о Боге, который переходит в его славу. Потому апостол и говорит, что он имеет похваду перед Богом, но, впрочем, не по этой одной причине, а и по другой. Верующий хвалится не тем только одним, что искренне возлюбил Бога, но еще и тем, что удостоился от Него великой чести и любви. Как он возлюбил Бога, имея о Нем высокое понятие, а это и служит доказательством любви, так и Бог возлюбил его, тысячекратно повинного перед Богом, не только освободив его от наказания, но и саделов праведным. Значит, верующий имеет основание хвалиться, как удостоенный великой любви. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Итак, последнее важнее, спрашивает он? Немало, потому что вменяется и верующему. Но не вменилось бы, если бы он и сам ничего не привнес. 568. Таким образом, и верующий имеет должником Бога, и при том в делах не случайных, но великих и высоких. Доказав же высоту его ума и духовного разумения, апостол сказал не просто верующему, но, а не делающему, но верующему в того, кого оправдывает, кто нечестивого, вера его вменяется в праведность. Пойми же, насколько важно увериться и убедиться в том, что Бог и жившего в нечестии может вдруг не только освободить от наказания, но сделать праведным и удостоить бессмертных почестей. Но не думай, что верующий ниже делающего, потому что последнему вменяется не по благодати. Верующего преимущественно то и делает славным, что он воспользовался такой благодатью и обнаружил такую веру. Заметь, что верующему назначено и большее воздаяние, так как делающему дается мзда, а ему праведность. Праведность гораздо важнее мзды, потому что сама есть воздаяние, заключающее в себе многие награды. Итак, доказав сказанное примером Авраама, апостол обращается к Давиду, который подтверждает ту же мысль. Что же говорит Давид и кого называет блаженным? Того ли, кто хвалится делами или того, кто удостоился благодати и получил прощение грехов и дар? А когда я говорю о блаженстве, то разумею вершину всех благ. Как праведность выше нзды, так блаженство выше праведности. Итак, апостол, доказав превосходство праведности не только примером Авраама, получившего ее, но и рассудочными доводами, сказал, имеет похвалу, но не перед Богом. Опять раскрывает ее важность иным способом, ссылаясь на Давида, свидетельствующего в ее пользу. И Давид, как утверждает апостол, называет оправдывавшись через веру блаженным, говоря, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. По-видимому, апостол приводит неподходящее свидетельство, так как Давид не сказал блаженны те, коих вера вменена в праведность. Но апостол делает это намеренно, а не по незнанию, чтобы показать большее превосходство веры. И если блажен тот, кто получил прощение по благодати, то тем более блажен оправданный и обнаруживающий веру. А где блаженство, там изъят всякий стыд, и пребывает великая слава, потому что блаженство и есть полнота наград и славы. Поэтому апостол, говоря о преимуществе делающего, и говорит, «Блажен человек, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». Не подтверждает это описанием. А превосходство верующего доказывает свидетельством из Писания словами Давида. Почему ты спрашиваешь, спрашивает апостол, смущаешься тем, что получаешь отпущение грехов неподолго по благодати? Но вот этот именно, получивший отпущение по благодати, и ублажается, так как пророк не назвал бы его блаженным, если бы не знал, что он наслаждается многое славою. И апостол не говорит, что такое отпущение относится к обрезанию. А что? Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Итак, спрашивается, это великое благо, блаженство, с чем находится в связи, с обрезанием или с необрезанием? Заметь особенности речи. Апостол доказывает, что блаженство не только не чуждо необрезания, но и совмещается с ним более обрезания. А так как и сам Давид, называющий блаженным, получившего прощение грехов, был обрезан. И говорит обрезанным. Заметь, какое искусство обнаружил Павел, чтобы сказанное Давидом приложить к необрезанным. Усвоив блаженство, праведности, и доказав, что оба они составляют одно, апостол рассматривает, как оправдался Авраам. Если блаженство свойственно праведнику, а с другой стороны и Авраам оправдался, то посмотрим, когда он оправдался, будучи еще необрезанным или уже обрезанным. Будучи необрезанным, говорит апостол. Когда вменилось? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Выше ссылаясь на Писание, апостол и сказал. Что же говорит Писание? Вера в Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. А здесь он предлагает другое мнение, утверждает, что праведность была вне обрезании. Потом он решает новое возникающее отсюда возражение. Если Авраам рассуждает, он оправдался, будучи необрезанным, то для чего введено обрезание? И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменялась праведность. Заметил ли ты, каким образом он доказал, что скорее иудеи находились в положении незваных гостей, чем те, которые, пребывая вне обрезания, потом приобщены были к иудеям. Ведь если Авраам оправдался и увенчан, будучи необрезанным, потом принял обрезание, а впоследствии вошли иудеи, то значит Авраам прежде всего есть отец необрезанных, имеющих с ним родство по вере, а потом уже отец обрезанных. Он есть сугубо и правотец. Замечаешь ли, что вера воссияла? Пока не было веры, патриарх не оправдывался. Замечаешь ли, что необрезание нисколько не препятствует? Авраам был необрезан. И это не помешало ему оправдаться. Следовательно, обрезание явилось позднее веры. 570. И почему ты удивляешься, что обрезание явилось позднее веры, так скоро оно позднее и необрезание? И не только позднее веры, но и гораздо несовершеннее ее, и притом настолько, сколько знак вещи бледнее самой вещи, насколько, например, изображение воина ниже самого воина. А почему, спросишь, Авраам нуждался в подобном знамении или печати? Не он сам нуждался. Для чего же принял? Для того, чтобы сделать общим отцом верующих. Как внеобрезании, так и в обрезании. Они просто только обрезанных. Поэтому апостолы говорят, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходивших по следам веры отца нашего Авраама, который имел он внеобрезание. Если Авраам отец необрезанных, не потому что сам был необрезан, хотя оправдался в необрезании, но потому что необрезанные подражали ему в вере, то тем более он не будет по одному обрезанию прародителям обрезанных, если не присоединится и вера. Он принял обрезание, говорит апостол, для того, чтобы мы, те и другие, имели его праотцем, и чтобы необрезанные не изгнали обрезанных. Ты замечаешь, как необрезаны первые имели Авраама своим праотцем. Если же обрезание есть нечто почтенное, потому что возвещает праведность, то немалое преимущество имеет и необрезание, которое достигло ее прежде обрезания. Итак, ты тогда будешь в состоянии иметь Авраама праотцем, когда будешь ходить по стопам веры, и когда не станешь упорствовать и спорить, отстаивая закон. Какой же веры, скажи мне, которая была вне обрезания? Апостол опять принижает иудейскую надменность, вспоминая о времени праведности, и хорошо сказал по стопам, чтобы ты под адмаврааму веровал в воскресение мертвых тел, так как и относительно этого он обнаружил веру свою. Таким образом, если ты отвергнешь необрезание, то знай ясно, что тебе нет никакой пользы и в обрезании. Если ты не последуешь по стопам веры, то хотя бы и тысячу раз был обрезан, не сделаешься чадом Авраама, так как он для того и принял обрезание, чтобы не отвергнуть тебя, пребывающего вне обрезания. И ты не требуешь этого от него. Дело это послужило пособием тебе, а не ему. Но скажешь, что обрезание служит знамением праведности. И это для тебя. Теперь уже этого нет. Так как тогда ты нуждался в телесных знамениях, а теперь в них уже нет нужды. И сейчас спросишь, по вере Авраама разве нельзя было узнать о душевной его доблести? Конечно, можно было. Но ты нуждался и в этом дополнении. Так как ты не возревновал о душевной добродетели и не мог ее увидеть, то тебе и дано чувственное обрезание, чтобы ты, упражняясь в этом телесном знамении, мало-помалу руководился и в направлении к душевному любомудрию. И со всем усердием, принявший обрезание как знак самого высокого достоинства, научился подражать прародителю и почитать его. И это Бог установил не в одном только обрезании, но и во всем прочем. Например, в жертвах, субботах и праздниках. А что Авраам для тебя принял обрезание, узнай из следующих слов Спасителя, апостола. Сказавши, что Авраам принял знамение и печать, он указывает и причину, говоря, чтобы быть ему отцом обрезанных. Для тех, которые принимают и внутреннее обрезание, потому что если имеешь только одно наружнее обрезание, то никакой пользы от него тебе не будет. Обрезание тогда бывает знамением, когда вещь, знамением которой она служит, то есть вера, бывает видна в тебе равным образом. Если ты не имеешь веры, то и знамение не может уже быть знамением. Чего в самом деле оно будет знамением? Чего печатью? Как скоро нет запечатленного. Это было бы подобно тому, как если бы ты стал показывать нам денежный мешок с печатью, когда внутри его ничего не положено. Та же смешное обрезание, когда внутри нет веры. Если же обрезание есть знамение праведности, а ты не имеешь праведности, то значит не имеешь и знамение. Если же для того ты и получил знамение, чтобы отыскать вещь, знак которой ты имеешь, потому что если бы ты мог найти ее без знамения, то ты в нем и не нуждался бы. Обрезание возвещает не одну только праведность, но именно праведность вне обрезания. Значит, обрезание возвещает не что иное, как именно то, что нет нужды в обрезании. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера бездействия на обетование. Апостол доказал, что вера необходима, что она древнее обрезания, сильнее закона, и утверждает его. Как скоро все согрешили, то она необходима. Если Авраам оправдался, будучи необрезанным, то она древнее обрезания. Если через закон бывает познание греха, а вера явилась вне закона, то она и сильнее его. Если наконец закон свидетельствует о вере, а она утверждает его, то она не противоположна ему, но дружественно, и пребывает с ним в союзе. Теперь апостол опять по иным способам доказывает, что посредством закона невозможно было получить наследие. Сопоставив веру с обрезанием и отметив ее преимущество, он опять противополагает ее закону, говоря, «Итак, все сущие от закона наследники». И испразднись вера, чтобы кто-нибудь не сказал, что можно иметь веру и соблюсти закон, апостолы доказывают, что это невозможно. Кто держится законом в том мнении, что он может спасти, тот бесчестит силу веры. Потому и говорит, «Испразднися, вера». То есть нет нужды в спасении благодатью, так как вера не может показать свои силы. И тогда бы разорилось и обетование. Может быть, иудей возразит, какая мне нужда в вере. Значит, если это справедливо, то с верой уничтожается и обетование. 572. Обратите внимание на то, что апостол борется с иудеями во всем с самого начала. Со времени патриарха доказывает его примером, что праведность есть сонаследница веры. Он доказывает то же самое относительно обетования. И чтобы иудей не сказал, «Какое мне дело до того, что Авраам оправдался через веру?» Павел говорит, что наиболее важное для иудеев именно обетование наследия не может прийти в исполнение без веры. А это особенно и устрашает иудеев. О каком же обетовании он говорит? О том, что иудеи, если наследник мира, и все в нем благословляются. А как упразднено это обетование? Апостол говорит далее. Стих 15. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Если же закон производит гнев и делает виновными в преступлении, то ясно, что он подвергает и клятве. А те, которые подлежат клятве и наказанию, виновны в преступлении, достойны не наследовать, но подвергнуться наказанию и быть изгнанными». Итак, что же бывает? Приходит вера, привлекаемая благодатью, и обетование приводится в исполнение. Этим апостол доказывает, что вера не только не излишняя, но и настолько необходима, что без нее невозможно и спастись. Ведь закон производит гнев, потому что все его преступили. А вера не оставляет и повода к возникновению гнева, ибо где нет закона, говорит апостол, там нет и преступления. Видите ли, как вера не только истребляет совершенный грех, но и не позволяет ему рождаться, потому апостол и говорит о благодати. Для чего же это? Не для того, чтобы нас устыдить, но чтобы быть известным обетованием, что оно дается семени. Здесь апостол указывает два блага. Во-первых, что дары не приложены, и во-вторых, что они даются всему семени, причем он включает всегда язычников и показывает, что иудеи окажутся вне, если станут враждовать против веры. Ведь эта вера более надежна, чем то закон. Вера не вредит себе, только не упорствует. Она даже спасает тебя, бедствующего от закона. Потом апостол после того, как сказал, всему семени определяет, какому семени, и говорит, и так по вере, чтобы по милости, дабы обетование было не приложено для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Указы на родство Авраама с язычниками и на то, что не могут мудрствовать об Аврааме те, которые не веруют подобно ему. Вот вера совершила иное третье. Она сделала родство с праведником более полным и явила его прадцем многочисленнейшего потомства. Потому апостол номиновал его не просто Авраамом, но отцом всех нас верующих. Потом, подтверждая сказанное свидетельством, апостол и говорит, как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Видишь ли, что это из ревни установлено? Ну что же, возразишь ты, может быть это говорится об измаильтянах или о маликитянах или о гарянах? Впоследствии апостол яснее доказывает, что не о них сказано, а пока подтверждение того же самого спешит к другому, определяя образ такого сродства и раскрывая его с великим глубокомыслием. Что именно он говорит? Итак, поверил Авраам Богу, и это вминулось ему в праведность. Смысл этих слов таков, как Бог не есть Бог частный, но отец всех, так и Авраам, что многим тебя поставлю, перед многим отцом. И еще Бог есть отец наш, не по естественному родству, а по усвоению веры, так и Авраам, потому что послушание делает его отцом всех нас. И так как иудеи думали, что такое родство не имеет никакого значения, после того, как они получили другое, более грубое, то апостол, переведя речь на Бога, доказывает, что родство по вере гораздо важнее. А вместе с этим открывает и то, что Авраам получил его в награду за веру. Так что, если бы этого не было, то хотя бы он был отцом всех живущих на земле. Выражение, стих 17, «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил. Прямо пред Богом. Не имело бы места, но дар Божий был бы умален». Слово «пред Богом» значит «подобно». Скажи мне, в самом деле, что удивительного быть отцом тех, которые произошли от него? Это свойственно и всякому человеку. Но удивительно то, что он по дару Божию получил тех, которые не были его детьми по природе. 574. Таким образом, если хочешь поверить, что патриарх был удостоен чести, то верь, что он отец всех. И апостол сказал пред Богом, которому поверил, и не остановился на этом, но добавляет «животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Здесь он ведет предварительную речь о воскресении, которая и нужна была ему для настоящего предмета. Если для Бога возможно оживлять мертвых и несуществующего, приводить в бытие, то возможно также и нерожденных от Авраама сделать детьми его. Потому апостол не сказал приводящему в бытие несуществующие, но нарицающему, указывая на большую легкость этого дела для Бога, как нам легко назвать существующие, так легко и ему даже гораздо легче привести в бытие несуществующие. А когда апостол говорит, что дар Божий велик и неизреченен, и когда рассуждает о силе его, то доказывает, что и вера Авраама достойна этого дара, чтобы ты не подумал, что Авраам удостоен почести, не по заслугам. Итак, ободри слушателя, чтобы он не смущался, и чтобы иудей не возражал и не говорил, как можно не детей сделать детьми. Апостол опять переводит речь на патриарха и продолжает, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделал соотцом многих народов, по сказанному, так многочисленное будет семя твое, как сверхнадежды он поверил с надеждой? Сверхнадежды человеческой, с надеждой Божьей. Апостол доказывает и величие дела, и устраняет невероятность сказанного, а что было противоположным друг другу, то согласила вера. Если бы апостол говорил о потомстве, происшедшем от Измаила, то слова сверхнадежды излишни были бы, потому что это потомство родилось от Авраама не по вере, а по естеству. Но апостол разумеет здесь Исаака, потому что Авраам уверовал не ради тех язычников, но ради того, кто должен был родиться от бесплодной жены. Значит, если для Авраама составляет награду то, чтобы сделать соотцом многих народов, то ясно, что именно тех народов, ради которых он уверовал. А чтобы тебе убедиться, что апостол говорит именно об этих народах, выслушай последующее. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба саррена в омертвении. Видишь ли, как апостол указывает и препятствие, и высокий все превосходящий ум праведника. Обетование, говорит он, было сверхнадежды. Это первое затруднение, так как Авраам не имел возможности увидеть другого, который бы при таких обстоятельствах получил сына. Жившие после него взирали на него, а он ни на кого не взирал, кроме единого Бога. Потому и сказано сверхнадежды. Потом омертвевшее плоть его составляло второе затруднение, а омертвение утробы саррены третье и четвертое. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Бог не дал доказательства своего обетования, не совершил чуда. Но были одни простые слова, заключающие такое обетование, исполнение которого природа не обещала. Однако же Авраам не усомнился, говорит апостол, не сказал, не поверил, но не усомнился. Не поколебался, хотя и было столько затруднений. Отсюда мы узнаем, что если Бог обещает и тысячи невозможностей, а слышащий не принимает этого, то слабость происходит не от природы вещей, но от неразумия, не принимающего обетования. Но Возмог не поколебался, прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Обратите внимание на мудрость Павла. Так как речь была об исполняющих закон и о верующих, то апостол доказывает, что верующий делает больше, чем исполнитель закона, имеет нужду в большей силе и во многой крепости и переносит необыкновенный труд. Ведь иудеи унижали веру, как нечто не требующее труда. Потому апостол, восставая против этого, доказывает, что не только преуспевающий в целомудрии или в другой какой-либо добродетели, но и являющий веру нуждается в очень многой силе. Как первый имеет нужду в мужестве, чтобы отгонять помыслы, невоздержание, так и верующий нуждается в мощной душе, чтобы отражать мысли неверия. Как же укрепился Авраам? Он, говорит апостол, все предоставил вере, а не разуму. Так как и он, в противном случае, пал бы, как же он преуспел в самой вере? И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Итак, не испытывать, значит славить Бога, а испытывать, значит грешить. Если мы, испытывая и исследуя земное, не прославляем Бога, то любопытство и о рождении владыки, тем более нам лечем на себя крайние наказания, как оскорбляющие его. Если не должно входить в исследование об образе воскресения, то тем более о тех неизреченных и страшных тайнах. И апостол не просто, сказал, поверил, но известен был. Таково-то свойство веры. Она яснее доказательств разума и более убеждает. И невозможно, чтобы другой помысл, проникнув в область веры, поколебал ее. Тот, кто следует доказательствам разума, может изменить свои убеждения. А кто утвердается на вере, тот уже заградил свой слух для доводов, разрушающих веру. Потому, сказав, что Авраам оправдался верой, апостол доказывает, что он верою и прославил Бога. Это главным образом и свойственно жизни, как и сказано. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. Вот в этом и проявляется вера. Но, с другой стороны, как дела требуют силы, так и вера. Здесь в делах часто и тело разделяет труд, а там, в вере, проявляется преуспеяние одной души. Таким образом, и труд ее больше, как скоро никто не разделяет с нею подвигов. 576. Замечаешь ли, как апостол доказал, что все то, что свойственно делам, как-то иметь похвалу у Бога, нуждаться в силе и труде и опять прославлять Бога, в большей степени принадлежит вере, сказавший же о том, что Бог силен исполнить то, что обетовал. Апостол, мне кажется, провозглашает о будущем, потому что Бог обетовал не одно настоящее, но и будущее, образом которого служит настоящее. Итак, не веровать свойственно уму слабому, малому и скудному. Так что всякий раз, как кто-нибудь станет хулить нас за веру, то мы, в свою очередь, будем укорять их в неверии, как людей несчастных, малодушных, неразумных и слабых, которые ничем не лучше ослов. Так веровать свойственно душе возвышенной и благородной, так неверие служит признаком души неразумнейшей, низкой, опустившейся до безумия животных. Потому, оставив тех неверующих, будем подражать патриарху и прославим Бога, как и Он воздал Ему славу. Что же значит воздал славу Богу? Значит, уразумел Его правду, Его бесконечное могущество и составил в себе надлежащее понятие о Боге, совершенно уверился в Божьих обетованиях. Итак, станем и мы прославлять Бога верою и делами, чтобы нам получить в награду прославление от Него, как и Он сказал, прославляющих Меня прославлю. 1 Царство 11.30 Но если бы не было обещано никакой награды, то удостоиться славить Бога само по себе было бы славою. Если люди, возглашающие славословие перед царями, хвалятся только одним этим, хотя бы и не получали от того никакой другой выгоды, то рассуди, какая нам хвала, когда через нас прославляется наш Владыка, а с другой стороны, какое наказание поступать так, чтобы Он хулился через нас, тем более, что и прославление Он желает для нас же, потому что Сам не имеет нужды в этом деле. Какое, по твоему мнению, существует расстояние между Богом и человеком? Разве не такое же, какое между людьми и червями? Впрочем, указав и такое расстояние, я еще ничего не сказал. Да и вообще нельзя об этом сказать ничего определенного. Но неужели ты пожелаешь от червя иметь великую и громкую себе славу? Итак, если ты при сильном стремлении к славе не пожелал бы этого, то будет ли нуждаться в твоем прославлении тот, кто свободен от такого желания и бесконечно выше тебя? Однако, и не имея нужды в твоем прославлении, Он говорит, что желает его ради тебя. И если Он не погнушался сделаться рабом ради тебя, то почему ты удивляешься, что по тому же побуждению Он принимает и другое? Он ничего не считает недостойным себя, чтобы не способствовало нашему спасению. Итак, зная это, будем избегать всякого греха, которым Бог хулился. Как лицо змея сказано, убегай греха, Сераха 21.2. Если ты и подойдешь к греху, он угрызнет тебя. Но он не сам к нам подходит, а мы добровольно бежим к нему. Так устроил Бог, чтобы мы не подпали владычеству дьяволу, потому что иначе никто бы не мог противостоять его силе. Потому Бог удалил его, как какого-нибудь разбойника и мучителя. Он не смеет напасть, если только не застигнет кого-нибудь в своих владениях, безоружным и одиноким. Не дерзает приблизиться, если не увидит, что мы идем в пустыню. А эта пустыня и жилище дьявола есть не иное что, как грех. Итак, нам нужны сит веры, шлем спасения и меч духовный, чтобы не только не потерпеть нам зла, но если дьявол захочет напасть на нас отсечь ему голову. Нам нужны непрестанные молитвы, чтобы попрать его ногами. Дьявол бесстыден и нагл. К тому же он нападает снизу, однако и таким способом побеждает. А причина этого та, что мы сами не стараемся оказаться выше его ударов. Ведь он не может подняться высоко, но присмыкается по земле, и потому змеи есть его образ. А если Бог такое указал ему место в начале, тем более такого он ныне. Если же ты не знаешь, что значит нападать снизу, я попытаюсь объяснить тебе способ такой борьбы. Итак, что значит нападать снизу? Одолевать посредством земных вещей, посредством удовольствия, богатства и всего житейского. Потому если дьявол увидит, что кто-нибудь парит к небу, то, во-первых, он не может наскочить на него, а, во-вторых, если и решается, то быстро сам упадает. Ведь он не имеет ног, не бойся, не имеет и крыльев. Не страшись, он ползает только по земле и присмыкается среди земных дел. Позже у тебя не будет ничего общего с землею. Тогда тебе не потребуется и труда. Дьявол не умеет сражаться открыто, но как змей скрывается в терниях, часто притаиваясь в прелести богатству. Если ты посечешь эта терния, то он тотчас, придя в робость, убежит. А если ты умеешь заговорить его божественными заклинаниями, то тотчас ранишь его. Есть у нас духовное заклинание «Имя Господа нашего Иисуса Христа и сила Креста». Это заклинание не только изгоняет дракона из его лаговища и ввергает в огонь, но даже исцеляет раны. Если же многие хотя и произносили это заклинание, но не исцелились, это произошло от маловерия их, а не от бессилия произнесенного. Также точно многие прикасались к Иисусу и теснили его, но не получили никакой пользы. А кровоточивая жена, прикоснувшаяся не к телу, но к краю одежды его, остановила долговременные токи крови. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, страстей и болезней. Итак, станем им украшаться, им ограждаться. Так и Павел сделался велик, хотя он и был одинаково с нами естества. Но вера сделала его совершенно иным, и таково было в нем обилие даров, что и одежду его имели великую силу. Каковко же оправдание, достойны мы, если тень и одежда апостолов отгоняли смерть, а у нас даже молитвы не усмиряют страстей. Какая причина этого? Большое различие в духе. Естественные способности у нас с Павлом общие и равные. Одинаково с нами он родился и воспитан, обитал на той же земле и дышал тем же воздухом. Но в остальном он был гораздо лучше и совершеннее нас, именно в отношении ревности, веры, любви. Станем же подражать ему, дадим возможность Христу и через нас возвещать, ведь он желает этого более нас, и потому устроил орган, слово, и не хочет, чтобы он оставался без пользы и бездействия, но желает всегда иметь его у себя в руках. Почему же ты не держишь его в готовности для руки художника, но ослабляешь струны, размягчаешь их роскошной жизнью, а делаешь гусли для него вовсе негодными, тогда как следовало бы натянуть и настроить струны, натереть духовной солью? Если Христос увидит, что душа наша так настроена, то извлечет из нее звуки, а когда это произойдет, ты увидишь ликующих ангелов, архангелов и херувимов. Итак, сделаемся достойными причистых рук. Станем просить Господа, чтобы он прикоснулся к сердцу нашему. Но лучше сказать ей, просьбы не нужны. Сделай только сердце свое достойным такого прикосновения, и Господь первый притечет к тебе. Если он притекает к тем, которые хотят прибегнуть к нему, так он превознес похвалами Павла, не бывшего еще таковым, то чего он не сделает, когда увидит, что ты совершенно приготовился. А как скоро Христос извлечет звуки из души нашей, то несомненность не зайдет на нас дух, и мы будем лучше неба, имея не солнце и луну, отпечатленными на теле нашем, но самого владыку солнца, луны и ангелов, в нас поселившегося и шествующего. Я говорю это не для того, чтобы нам воскрешать мертвых, очищать прокаженных, но для того, чтобы мы явили чудо, которое больше всего этого, именно любовь. Где только есть это благо, там немедленно является сын с отцом, и снисходит благодать духа. Ибо где, говорит Христос, собрано двое или трое во имя Мое, там и я посреди их. Иметь вокруг себя лиц любимых означает сильную привязанность, свойственную сильной любящим. Но кто же, спросишь, настолько ничтожен, чтобы не захотеть иметь с собой Христа? Мы враждующие друг против друга. Может быть, кто-нибудь засмеется надо мной и скажет, что ты говоришь? Ты видишь, что все мы собрались под одними и теми же стенами, в одной и той же церковной ограде, составляем одно согласное стадо. Ни с кем не припираемся, руководствуемся все одним пастырем, все вместе слушаем, что говорят нам, высылаем общие молитвы. И ты упоминаешь о брани и вражде. Да, напоминаю о брани и говорю это в полном уме, не потерявшая рассудка. Я вижу то, что вижу и знаю, что мы находимся в одной общей ограде, под властью одного пастыря. Но потому я особенно и плачу, что при стольких побуждениях к единодушию мы восстаем друг на друга. Опять спросишь, какой же распри видишь ты здесь? Здесь никакой, но когда разойдемся, один обвиняет другого, иной явно оскорбляет, этот завидует, лихоинствует и грабит, тот притесняет, иной предается постыдной любви, иной сплетает тысячи козней. И если бы можно было раскрыть наши души, то вы увидели бы все это в точности и согласились бы, что я не безумствую. Не видите ли вы в воинских лагерях, что воины по заключению мира, сложив с себя оружием, без всякого прикрытия и защиты, входят в неприятельский стан. А когда они защищены оружием, везде стражи, дозоры, ночи без сна, и постоянно горят костры, то это уже не мир, а война. Это можно наблюдать и среди нас. Мы друг друга остерегаемся и опасаемся. Каждый соседом перешептывается на ухо, и как скоро увидим, что подходит посторонний, замолчим, и все на виду прикроем. Это свойственно не людям доверчивым, но чрезмерно осторожным. Но скажешь, мы делаем это не за тем, чтобы обидеть, а за тем, чтобы не подвергнуться обиде. Потому-то я и скорблю, что живя среди братьев, мы во избежание обиды нуждаемся в охране, зажигаем так много огней и расставляем стражу и дозоры. А причина этого частая ложь, частые обманы, общий недостаток любви и непримиримая вражда. Вследствие этого, конечно, и случается видеть, что многие доверяют больше язычникам, нежели христианам. Какого стыда, конечно, заслуживает это. Скольких слез, скольких стинаний. Что же мне делать, говоришь ты? Этот человек груб и несностен. А где твое любомудрие? Где апостольские уставы, повелевающие нам носить бремена друг друга? Если не умеешь обходиться с братом, то как можешь хорошо жить с чужим? Если не умеешь устроиться с собственным своим членом, то как ты можешь привлечь к себе и приспособить постороннего? Но что же я буду делать? Я вижу крайнее неудобство проливать слезы, так как, по примеру, пророка испустил бы обильные источники из-за чей, видя на этом поле тысячи браний, которые ужаснее виденных пророком. Он, видя вторжение варваров, говорил, чрево мое болит во мне. Иеремия 4.19. А я верю, что подчиненные одному военачальнику восстают друг на друга, грызут и терзают друг другу члены. Одни за денег, другие за славные, просто без всякой причины смеются и издеваются друг на другом, наносят друг другу тысячи ран. Вижу и мертвых, более обезображенных, чем на войне. Вижу, что осталось одно пустое имя, братство. И не могу придумать, как достойно оплакать такое печальное зрелище. Итак, устыгитесь, устыгитесь этой трапезы, которой все мы приобщаемся. Устыгитесь Христа за нас закланного, и жертвы здесь предложены. Даже разбойники, принимая участие в пище, перестают уже быть разбойниками для тех, кого они делают своими сотрапезниками. Трапеза переменяет их нравы и делает смиреннее овец тех, которые в другое время литее зверей. А мы, участвуя в этой трапезе, приобщаясь к этому, брашно, вооружаемся друг против друга, тогда как следовало бы делать это против дьявола, враждующего со всеми нами. Потому, конечно, мы с каждым днем становимся слабее, а он сильнее. Мы не вместе друг с другом ополчаемся на него, но вместе с ним восстаем друг на друга и пользуемся им как вождем. В этих браних, тогда как всем нам надлежало бы против него одного сражаться, взамен этого мы, оставив его в покое, обращаем стрелы против братьев. Какие стрелы, спрашиваешь? Стрелы языка и уст. Ведь не только стрелы и копья, но и слова наносят раны, которые даже гораздо болезненнее нанесенных стрелами. Как мы можем прекратить эту борьбу, спросишь, если поймешь, что, говоря худо о брате, ты источаешь из уст своих грязь. Если будешь представлять, что клевещишь на него, кто составляет один из членов Христовых, что поедаешь собственную свою плоть, что страшный тот и нелицеприятный суд делает для себя еще более строгим, что стрела твоя убивает не пораженного ею, но тебя, опустившего ее. Но он обидел в чем-нибудь и сделал зло, поскорби, но не говори худо. Заплачь, но не ради своей обиды, а вследствие погибели обидчика, как и владыка твой плакал обиуде. Не потому, что сам был распинаем, но потому, что Иуда предал его. Он оскорбил тебя и укорил? Помолись Богу, чтобы он скорее над ним умилосердился. Он, брат твой, разрешил те же самые болезни рождения. Он твой сочлен, призван к одной и той же трапезе. Но он очень часто нападает на меня, говоришь ты. Значит, тебе высшая и большая награда, и в этом случае тебе особенно и справедливо отложить свой гнев, так как он получит смертельный удар. Его поразил дьявол. 581. Итак, не наноси ему ран и ты. Не падай с ним и сам. Пока стоишь, ты можешь спасти его. А если нанесением обиды не сопровергаешь и себя самого, кто потом поднимет вас? Тот раненый поднимет, но он лежит и не сможет. Или ты с ним вместе павший. Но как ты не способный подать руку помощи, самому себе, поможешь другому. Итак, стой мужественно и держа перед собой щит своим долготерпением, извлеки из битвы своего мертвого брата. Его уязвил гнев, но не уязвляй и ты, а прежде всего извлеки стрелу. Если мы так станем обходить друг с другом, то скоро все сделаемся здоровыми, а если станем вооружаться друг против друга, то, наконец, не нужно будет и дьявола для нашей погибели. Всякая война тяжелая, особенно же война междоусобная, но эта борьба тяжелее и междоусобной, насколько важнее права христианского общества, а лучше сказать, права и самого нашего родства. Некогда брат убил Авеля и пролил родственную кровь, но это убийство беззаконнее того, насколько важнее наше родство и насколько ужаснее это смерть. Каин поразил тело, а ты изострил меч против души, но ты первый потерпел зло, не терпеть, но причинять зло, вот что значит подвергнуться злу. Смотри же, Каин умертвил, Авель умертвлен, но кто оказался мертвым? Тот ли, который вопиет по смерти, о котором сказано голос крови брата твоего пиет ко мне, или тот, который в жизни трепетал и боялся? Конечно Каин, который жалок боли всякого мертвеца. Видишь ли, насколько лучше подвергнуть обиде, хотя бы обида простиралась и до убийства. Пойми, что гораздо хуже делать неправду, хотя бы кто-нибудь дошел и до убийства. Каин поразил и убил брата, но последний увенчан, а первый наказан. Авель был несправедливо истреблен и умершлен, но он умирая обвинял, одерживал вверх и смирял, а оставшийся в живых молчал, покрывался стыдом, побеждался и делал все вопреки своему желанию. Он убил брата, так как видел, что он любим, надеясь лишить его и любви, но лишь увеличил к нему любовь, и Бог по смерти его больше искал его, говоря, где брат твой Авель? Ты не потушил любви завистью, но сильнее воспламенил ее, не умолил честь «Прежде сам Бог подчинял тебе брата, но так как ты умертвил его, он по смерти будет твоим судьею, такова у меня любовь к нему». Итак, кто из них был осужден, наказывающий или наказанный? Тот ли, кто получил от Бога свою великую честь, или тот, кто был предан новому и необыкновенному мучению? Ты не убоялся его живого, говорит Бог? Потому бойся мертвого. Ты не трепетал, намереваясь приблизить меч, потому проливший кровь ты будешь объят непрестанным страхом. При жизни он был твоим рабом, и ты не терпел его, зато по смерти он сделался грозным для тебя господином. Итак, помышляя об этом, будем возлюбенно избегать зависти, потушим злобу, воздавая друг другу любовь, чтобы получить нам благие плоды ее, как в настоящей, так и в будущей жизни. Благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.